Здравствуйте! На телеканале новости в студии Ирина Ворова. Смотрите выпуски. Конкурс рисунков «Мой ребенок мог бы лучше». Оценили шерсть и внешний вид. В городе провели первую экспертную выставку морских свинок. Депутаты Бундестага Германия планируют посетить Крым. Об этом в своем интервью-известием сообщил Александр Ной, представитель немецкой партии «Левые». Поездка французской делегации, по его словам, стала показательным шагом для многих европейских политиков. Парламентарии рассматривают возможность объехать полуостров, пообщаться с крымчанами и сделать свои личные выводы относительно политической обстановки в Крыму. Я считаю поездку французских парламентариев в Крым правильным делом. Как избранные народом, они должны были показать и рассказать официальным властям Франции, политикам, а также сообществу о том, что там происходит на самом деле. Это правильное и показательное решение. Левая партия Германии имеет различия во взглядах на политику с другими партиями в Бундестаге, поэтому возможность посещения Крыма для нас более приемлема. Дата визита пока не установлена. Зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что вопрос поездки парламентариев, возможно, рассмотрят во время очередной сессии парламентская ассамблея ОБСЕ в Монголии 15-19 сентября. К новостям Севастополя. Проект городского бюджета на следующий год правительству необходимо представить на согласовании в Минфин до 1 сентября. А 15 октября предварительно утвержденная версия должна зайти в законодательное собрание. Данные подготовки озвучили в понедельник на аппаратном совещании в Думе правительства. На сегодняшний день заявки на обоснование финансистам представили только департаменты экономики, промышленности, ветеринарии и приоритетных проектов. Проект бюджета должен быть в части расходов сформирован. Причем не просто сформирован, а согласован с федеральными органами спадной власти. Ко всем руководителям органов обращаюсь. Лично займитесь этим вопросом. До 15 августа вы всю работу должны провести, для того, чтобы финансисты успели свести все это и отправить. Если говорить об освоении бюджета текущего года, финансирование ряда программ тормозится из-за того, что не принято 6 законов и ряд подзаконных актов социальной направленности. Чиновникам поставлена задача – крайний срок до следующего четверга разработать необходимые документы. На 1 августа не освоены межбюджетные трансферты по программам «Доступная среда», переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, развитие многофункциональных центров, нулевое основание и в вопросе программы «Бесперебойного водоснабжения». Вопрос несвоевременного освоения средств государство резервирует средства, доводит до нас уведомление об осигнованиях. В случае, если освоения в течение года не будет, значит вопрос может рассматриваться как халатность. Городские больницы проверили на обеспеченность расходными материалами. Данные сегодня на аппаратном совещании озвучил директор департамента здравоохранения Юрий Восконян. По его словам, ни одно из 12 стационарных лечебных учреждений города не испытывает дефицита медикаментов. Везде контракты заключены до конца года. Особое внимание по поручению губернатора уделено пятой больнице. Ни по одному из представленных данных мы не нашли подтверждения имеющегося дефицита расходных материалов и лекарственных средств. Люди, которые об этом говорили, они не смогли объяснить, почему они так говорили. То есть мы говорим, констатируем факт, что это есть. Тот вопрос от акушерки родильного номер 2, в котором мы узнали голос, когда я проводил горячую линию, она отказалась от того, что она звонила. Поэтому проверка не установлены факты дефицита каких-либо расходных материалов и лекарственных средств. Первая экспертная выставка морских свинок прошла на минувших выходных. Участие в ней приняли более 20 заводчиков из Севастополя, Керчи и других городов Крыма. У беспородных пэтов и породистых грызунов Шелти, Коронет, Скини и других оценивали состояние шерсти, внешний вид и контактность. По результатам экспертного отбора определили лучшую морскую свинку выставки, а также пару малыша и юниора. Кроме того, организаторы провели конкурс на лучший костюм для питомца. Участники мероприятия получили полезные призы. Сено, корм, витаминные комплексы, а победители удостоились почетных наград. Ну, свиночек, конечно, немного, но девочки представили очень достойное по своему качеству поголовье. Я могу сказать, что как минимум по трем породам эти животные могут выставляться и на европейских выставках, ну, там, нивелировать некоторые проблемы с шерстью, потому что климат им тяжеловат, конечно. Шестая биеннале классического абстракционизма открылась в Севастопольском художественном музее имени Крошицкого. В этом году выставка посвящена столетию черного квадрата Казимира Малевича. В двух залах представлено порядка 150 произведений живописи, графики и скульптуры. Экспозиция разделена на две части. Первая – 55 экспонатов из фондов музея, собранных за последние 10 лет. Вторая – 83 работы современных художников-абстракционистов из Севастополя, Крыма, России, Украины и Германии. Поскольку биеннале называется классического абстракционизма, то здесь используются традиционные техники, которые идут еще там из прошлых столетий. Это холст масла, бумага, акварель, темпера, пастель. То есть и скульптуры. Никаких фотографий, ни видеоартов, ни перформансов в этой выставке не участвуют. Также в рамках биеннале объявлен конкурс абстрактного рисунка. Называется он «Мой ребенок мог бы лучше». Каждый желающий может бросить вызов именитым художникам и показать свое видение абстрактного искусства. В распоряжении посетителей музея бумага, карандаши и фломастеры. Возраст участников не ограничен. На сегодня уже собрано 15 рисунков. Самому младшему художнику 3 года, старшему 60. Работы зрителей принимаются до 9 августа. Автор лучшего рисунка получит приз от председателя Академии абстракционизма Владимира Бойченко. Итоги конкурса подведут в день закрытия экспозиции 10 августа. Работники правительства и законодательного собрания Санкт-Петербурга провели товарищеский футбольный матч с коллегами Севастополя. Честь последних отстаивали также моряки-черноморцы. Посвятили его Дню военно-морского флота России. Первый гол забила команда гостей. Но лидер севастопольской сборной Александр Красильников быстро сравнял счет. По итогу второго тайма боевая ничья 2-2. Теперь игроки планируют провести ответный матч в Санкт-Петербурге. Как сообщили представители власти северной столицы, скоро на полуострове откроют Крымский институт физической культуры и спорта. В этот раз нам не удалось быть накануне Дня флота к вам приехать, потому что много событий проходило в Санкт-Петербурге. Таких футбольных событий знаковых, как жеребьевка чемпионата мира по футболу. Товарищеский матч уже в третий раз проходит, третий год подряд. Мы с правительством Санкт-Петербурга регулярно встречаемся. Не только у нас в Севастополе. В Ялте были несколько турниров по среде правительств регионов. Ну и, конечно же, сегодня счет по игре. Я считаю, что 2-2 товарищеская игра корректно проходила. Надо отметить, что половину игроков это, конечно, составляют черноморцы. На этом пока все. О развитии событий смотрите в следующем выпуске в 19 часов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова